Так, во сколько хотите? В час. В час. Хорошо. В час. Ну ладно, давайте завтра в час. Тем более, что у меня требования это не очень сильные, конечно. То есть вы в том, чем хотите, в билете один вопрос будет. Так что вы его там спишите. Главное рассказать, конечно. Вот. Рассказать, показать, что вы понимаете и ориентируетесь в курсе в целом. Вот. То есть знаете там основные уравнения, основные идеи курса. Значит, ну, каких-то там формул сильно сложных наизусть, я не могу спрашивать. Ну, там какие-то основные, хотя бы на время экзамена, там можно все-таки выучить. Я считаю, там, вот, кстати, уравнения три экзамена, дальше уравнения вакса, от сумции йоста, уравнения Гельфанда-Марча-Перемитана можно выучить, оно несложно. Значит, билетом будет, так, сколько у нас человек, шесть. Ну, да, значит, тогда я из билетов выкину там вот эти обзорные вещи, которые я там на последнем занятии рассказывал. Вот. Ну, то есть, но все равно надо понимать, как бы, там, основные идеи, что вот мы их на уравнение как-то вену из-за фриза не заложили, а как бы это же работает только вот с некими особенностями, да, что там матрицы вместо, то есть операторы – это матрицы какие-то, да, вот. Соответственно, меняются, почему-то, сейдиоса, соответственно, меняются, там, значит, нуби или вот полюсак эффициентов отражения и прохождения. Значит, вот эти вещи надо представлять всегда. Так что, ну вот, в принципе, у нас с вами билет – это только повод для разговора. Так что вы там что-то говорите, и мы с вами мирно, тихо беседуем, после чего вы меня убеждаете, что вам надо пить область. Ну, ладно. Так, ну, в общем, вводные слова все. Чего спросить-то теперь? А что надо знать на пройечку на карте? Ну, давайте я пока не ставлю. То есть дело вот в чем. Почему мы так на карте две тройки не ставим? Я не знаю, может кто-то ставит за спецкурс? Ну, в целом, там тройки как-то не ставится. Дело в том, что на других-то кафедрах там вообще легко сдавать спецкурсы. Там у всех пятерки в основном у нас спецкурсы. Вот. Поэтому, если мы вам ставим тройки, то мы, как бы, вашу конкурентоспособность не хотим. Тем самым, в сравнении с другим. Вот. Поэтому, тройки я двойку могу поставить. Вот тройку. Ну, в основном, четыре-пять. Значит, ну, если четверка, то считайте, что это тройка. Вот. Значит, надо уметь ориентироваться в курсе. Самое главное, это уметь ориентироваться в курсе. То есть знать основные уравнения. Ну, примерно, да, вот. Сходу писать, допустим, уравнение, как-то реально, как-то из-за, там, в какой-то... Ну, в любой форме, там, какую запомните, я уж там не буду спрашивать. Значит, всякие разные формы. Ну, лучше каноническую, конечно, форму. Понимать смысл, допустим, каждого слагаемого уравнения, как-то реально, как-то из-за. Ну, например, значит, уц, там, минус 6у икс, да, у икс, икс. Ну, да, ну, да. Значит, вот этот шлем связан, описывает эволюцию во времени. Вот это линейное слагаемое, а это пространственное дисперсие. Вот. Понимать смысл каждого слагаемого уравнения. Вот. Значит, ну, там, скажем, уравнение «Лакс» описает, там, значит, что там, там, в разной форме, там, значит, «Альтед». Там, там, «Альтед», там, «Альтед», там, «Альтед». Там, вот, «Альтед». Здесь, значит, «Альтед». Ну, значит, если там синус готов, то уравнение ваше меняется немножко, но вот все равно и такое же. Понимать идеи метода обратной задачи рассеивания. Значит, что мы сначала, ну, то есть уравнение ваксов сводится к спектральному уравнению и к эволюционному. Значит, берем сначала t равное 0, вот, и решаем спектральное уравнение. Оно не зависит от времени, да, и при этом, значит, мы рассматриваем его тренинг с двенящимися подключениями на бесконечности, когда вот операторы L и A у нас будут линейными дифференциальными операторами, не зависящими от U на бесконечности. Вот. И, соответственно, для решения этого уравнения вводятся функции йоста. Значит, как они вводятся, ну, я говорил, не буду писать. Вот. Это, значит, две независимые функции йоста вводятся, там, допустим, все один из киска и все один из киска. А все остальные функции, там, все два, например, угрожаются через эти функции, и наоборот. Вот. Ну и вот, значит, дальше все идет на решение, ну, вернее, на анализ даже задачи на собственные значения функций йоста. Вот. 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 Светлая уравнение, это уравнение, что мы объявили, значит, уравнение на собственные значения функций йоста. Вот. Вот. Ну и вот, значит, решается, вводится, там, в руки доказываются всякие важные диагенны, в том числе, вот, теорема 0,1,2, c, 1,2. Вот. Каждая, что эти нули лежат на верхней части мнимой полуоси, ну, мнимой оси, на верхней части мнимой оси, а, то есть, вот здесь. Вот. Значит, очень важная теорема, и, вот, пользуясь этой теоремой, мы получаем уравнение Кельсона до Марченко и Ревитана. Вот. Вот. Решая его, ну, да, там треугольное, для этого вводим треугольное представление функций йоста. Тоже вот надо знать, что такое треугольное представление. Вот. Значит, уравнение Кельсона до Марченко и Ревитана – это уравнение на ядро треугольного представления. Ну, решая, значит, это уравнение, мы находим виду треугольного представления, а дальше, значит, следующий этап уже. Ну, то есть, когда мы найдем треугольное представление, мы по тем самым найдем функции йоста, по сути дела. Вот. Одно треугольное представление, это уже следующий этап, мы можем найти с помощью формулы обращения, тоже вот надо такие вещи знать, как формула обращения, но треугольная она простая, значит, найти вот потенциал у от х нуля сначала, да, мы пока спектральную задачу решаем. А потом уже, как третий этап, мы восстанавливаем, там, значит, при любом цели, да, то есть, находим минус от х. И решаем эволюционную задачу, то есть, задачу с оператором А. Вот. Тем самым мы, в конце концов, начнем вот, получаем ответ. То есть, смотрите, мы везде, вот здесь, вот у нас равнение, вот здесь, 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 здесь. у нас нигде не фигурирует, а начинает фигурировать только вот когда мы вводим, выводим формулу обращения, да. Ну, то есть, если на этом этапе у нас фигурируют, то только как некая вспомогательная вещь там, которая там, значит, замыляется, когда их стремится при условии бесконечности. Вот. Ну, вот, собственно, вот основные идеи, как бы основные этапы. Вот эту идеологию надо знать. Это главное, что в нашем курсе. Плюс, конечно, там всякие побочные вещи, которые связаны с, ну, вот с выводом, например, уравнений, и с, там, интегралами движения, да, то есть надо интегралы, во-первых, знать, что интегралов движения есть бесконечное количество, во-вторых, значит, ну, вот там, ну, есть полиномиальные интегралы, есть кинематические интегралы, и вот часть полиномиальных интегралов просто тождественно равна улюму. То есть половина бесконечного количества интегралов равна улюму. Вот. Вот. Ну, вот, надо основные идеи знать. Значит, ну, вот, как-то вверх это шлиза, мы, как бы, из общих принципов не привязываясь ни к таким моделям уравнения, мы видим, а общие принципы, какие там. Ну, во-первых, эволюционная задача, да, чтобы зависимость от времени была. Во-вторых, это курс сохранения, да, уравнения непрерывности. Уравнения непрерывности. И третье, это пространственная дисперсия. То есть как ток, плотность тока связана с возмущением. То есть это не там, не пропорциональная зависимость, а вот там через интегралы, да, вот. Ну и дальше там рассматриваются случаи слабых, да, мы и еще четвертая не линейность, да. И линейность тоже в отходах. То есть вот основные принципы такие. И дальше, рассматривая случай слабой пространственной дисперсии, мы получаем в актере этого фриза уравнения. Потом находим односолитонное решение этого уравнения. Вот. Ну и, значит, особенности этого односолитонного решения состоят в том, что это однопараметрическое решение. Однопараметрический солитон, чтобы задать все его параметры, нужно задать, ну, например, скорость его движения. в системе отчета, ну, вот в системе отчета, движущейся вместе с линейной волной. Ну, по пути мы там, значит, по пути обсуждаем, к чему приводит в учет только нелинейность и только дисперсия. Нелинейность приводит к радиационной катастрофе, укручению фронтоволны и потом к ее опротивованию. Вот. А, значит, дисперсия только, пространственная дисперсия приводит, наоборот, к размазыванию волны во всем пространстве, то есть все оси Х. С течением времени амплитуда уменьшается, а ширина увеличивается. И там, на бесконечности, значит, волна размазывается вдоль, равномерно размазывается вдоль оси Х, вдоль оси движения. Вот. То есть имеем два противоположных эффекта. Укручение фронтоволны за счет нелинейности и размазывание волны за счет дисперсии. Ну и понятно, что существует такая ситуация, когда эти эффекты уравновешивают друг друга. Это и есть солидон. Вот. Дальше, при анализе солидонов полезен приварят из их фазовой плоскости. Значит, ну, в нашем случае в качестве фазовой плоскости выступают Φ3 и Φ, да. Вот. Ну а солидону соответствует, а вот, значит, сепаратриса, да. Сепаратриса, то есть кривая, которая отделяет одно решение от другой, то есть от другого. Ну, например, вот у нас есть, значит, решение типа колебаний, не обязательно гармонических, там. Наидальная волна – это тоже какое-то колебание, только негармоническое. Есть решение, там, значит, в виде инфинитных функций, да, Φ может бесконечные значения принимать. И есть вот некая кривая, которая отделяет одно решение от другого. Это и есть сепаратрица, и вот сепаратриса соответствует своему опыту. То есть, ну вот, собственно, идеи, вот они, практически я, ну, практически все идеи рассказал. Вот, значит, ну а дальше, да, то же самое делается для силус-горбонов, только мы там конкретную модель уже рассматривали, самую простую модель, модель дислокации, да, ну или, точнее, коробиона, вот. Вот, когда на н узлов приходится н плюс одинатом. И все это находится во внешнем периодическом поле этого модели Фрэнкеля Контеровой, вот. Она описывается уравнением химус-горбона. Это уравнение имеет решение в виде химка и антихимка. В связи с, значит, с этим вводится топологический заряд. Вот. Ну и, значит, уравнение, нелинейное уравнение Шредингера. Мы тоже рассматриваем томатовую цепочку. Тоже простейший вариант, как это уравнение можно получить. Значит, применили метод, вот, значит, рывового-боголипова, да. Ну и там для комплексного амплитуда мы получили смельное уравнение Шредингера. Значит, оно тоже имеет солитонные решения, только эти солитоны, там, солитоны огибающие. Это нечто такое, типа волнового пакета, да, когда есть, ну, какие-то быстро-сцелирующие вещи, там, пространство или во время. Вот. Есть медленные, более медленные процессы, которые модулируют эти быстро-сцелирующие процессы. Вот и в нелинейной среде образуются там солитоны огибающих. Причем, эти солитоны бывают двух типов, светлые и темные. Да, светлые, это когда у вас, ну, вот, значит, огибающие, да, вот. Вот такого типа, да, солитоны огибающие, это светлые солитоны. А темные, когда у вас, наоборот, огибающие, вот такая, ну, соответственно, и вот такая. Вот, и, значит, как бы, лежит, вот здесь темное пятно, да, интенсивность, ну, Юра там, да, есть, да, для теплого цвета тоже, а здесь вот интенсивность максимальная. Вот. То есть, блогтики, такие штуки, значит, мы просто можем наблюдать. Токоризировать, там, в какой-нибудь книжке или интернете можете картинки посмотреть. Вот, значит, особенностью нелинейного Швейдингера является то, что тут солитон двухпараметрический, одного параметра уже недостаточно. Можно ввести, ну, нужно два параметра, чтобы описать какой солитон. Вот. То есть, фактически, это, ну, там, скорость два параметра, это какие-то, скорость фазы и скорость амплитуды, да, то есть амплитуды и фазы идут с разными скоростями. Вот. Ну и, значит, вот двухпараметрический солитон. Это вот все односолитонные решения, их прямо можно получить, решая в лоб, как бы, наше уровне. А чтобы многосолитонное решить, вот нужно многосолитонное решение получить, нужен метод обратной задачи растений. Вот для этого вся наука и городица. Вот, значит, ну, вот, как бы, вот. Вот, если вы так примерно будете все знать, вот, забываем, если эти проблемы у вас не следит. Вот. Ну, еще желательно, там, на формулах. Вот, тогда вообще все хорошо. Ну, а также, я повторяю, получаете билетик, сколько вы там готовитесь. Значит, приходите отмечать. Значит, беседуем. Ну, там надо как-то учитывать работу в течение семестров. Ну, у меня, как бы, претензий у вас никому, кроме Тимы, нет, да. В целом, мы посещали хотя там, ну, все бывает, иногда там пропускали. Ну, вот, так, все в разумных пределах. Ну, и Тима, конечно, нас сочковал. Вот. Ну, поэтому я вам немножко снижу, вот, скажу. Ладно. Учитесь. Да? Вопросы какие? Вопрос про неустойчивый слайд есть. А? Про неустойчивый слайд есть вопрос. А? А, да. А, да. А, вот, когда мы смотрели лямбра, когда она становится вещественным. Вот написали неравенство вот такое. Ага. И почему-то здесь вот оценили вот так вот, что первое с ногами больше нуля, чем больше она. Второе, чтобы там было больше нуля, чтобы она выполнялся. Если будет больше нуля. Ну, у нас вот корень такой был. Вот. Мы смотрели, когда посадили, положительная вещь. Да. А она будет положительной, если вот это неравенство выполняется. Да. А вот если первое с ногами больше нуля, то не факт, что будет делать нуля? Ну, это как бы необходимое условие. То есть эта штука вообще у нас корень может быть, подкоренное выражение может быть неотрицательным, только когда вот это выполняется. Правильно? Если эта штука отрицательна или неуравна, то он никогда не будет у нас неотрицательным. То есть вот это необходимое условие просто рассматривается. И, значит, вот если это необходимое условие выполняется, то в этом случае неустойчивость возможна. Значит, это вот надо понимать, что это необходимое условие неустойчивости. А достаточно этому, конечно, вот. То есть мы на повседение? Да. Необходимо вот это. Ну, да, то есть по пути мы и такие вещи рассмотрели, как мы устойчивость Вадьева. Да, конечно, это вот. Ну, это физика, собственно. Мы же с вами физики. Если бы мы были математики, мы бы про это вообще ничего там не говорили, написали уравнения, вот. И мы начали их подробно решать. Со всякой псевотикой и прочим. Нам, как физикам, надо понимать процессы, которые присуходят в системе, которые приходят к образованию целитронов. Поэтому мы много чего там из физики по пути рассмотрели. Вот. Ну, собственно, как бы вот это базовые модели. Но надо понимать, что, конечно же, нелинейных уравнений у нас вообще бесконечное количество. Значит, в принципе, бесконечное количество можно целитонов разных получить. Но вот в идейном случае, там, большинство моделей, конечно, не все там, но вот большинство моделей сводятся вот к этим, так сказать, прям физическим идеям. Компенсация, значит, нелинейности и дисперсии, как для КДВ. Дальше. Дальше. Наличие, значит, ну вот, там, вакуумного состояния, там, с минимумным, не максимумным. Да? То есть у нас целитон – это переход из одного максимумного в другое. Дальше. Вот. Значит, наличие вот такого вакуумного состояния, ну, не обязательно бесконечного, оно может всего там два, два или три. Дальше. Вот. Но вот такое решается методом образной задачи растения, а такое нет. Вот. И в строгом смысле вот здесь уже не осуществлены, а объединенные волны, точнее называть, объединенный нелинейный волк. Ну и третье – это когда в нелинейной среде распространяется группа фон с различными, там, пространственными и временными характеристиками, да, периодами. Когда одни волны являются более медленными, например, чем другие. Вот. И в этом случае вот возможно образование целитонодевающих. Вот. Так что вот. Так что вот. Еще какие вопросы? У нас от многих масштабов. Вот это, как бы, самая общая запись. Это, как бы, суть у нас на многих масштабах. Ну да. Я его не обосновывал. Я просто… Просто математически вот. Да. Мы будем… По нашему вкусу, мы работаем, а здесь что-то, да, бесконечно. Нет, они… Дело в том, что все они через Т и ИС выражают. Я считаю, как бы… Ну, формально, да, да. То есть это чисто математический такой прием, который позволяет вот как раз учесть, значит, разные, разные масштабы для разных пол. Вот. Вот. Самый общий вид, да? Ну, насчет самого общего я не знаю. Ну, достаточно общий вид здесь, да. Ну, практически, для практических целей я думаю, что достаточно общий вид. Может быть, есть обобщение, но, как бы, я не берусь утверждать в этом, что это самый общий вид. Это математический прием, предложенный торговым агроком для рассмотрения, ну, собственно, механических систем. Вернее, нахаливание механических систем, которые вот и для волны работают. Значит. Вот. Да, вот, кстати, я когда сюда ехал, в трамвае, я вспомнил, что там был какой-то вопрос по поводу формулы, значит, как там показать для Симус Гордона, что решение вещественное, да. Вот. Ну, я, как бы, поскольку я поздно о нем вспомнил, я на него ответ не знаю, вот. Но мне пришло в голову, что, может, там где-то опечатки есть. Ну, давайте сейчас просто возьмем и проверим. Так. Значит, может быть, там и лишнее какое-нибудь затесалось где-нибудь. Ну, давайте для одноцелитонного решения проверим эту формулу. Значит. Как в общем случае, я вот не знаю, что показать, что это именно вещественное. Так. Значит, что там было? У, да, там, X, T. Так, пропорционально. Так. Чего-то там единица, может быть, ну, два, по-моему, мы видим, да. Да, да, да. Так. Так. Логализм. Дальше. Детерминант. Так. Единичная матрица обязательно. Плюс V там, да. Вот. V, детерминант. В, детерминант, да. В, детерминант, да. Значит, при этом это V. Так, у нас, у нас, у нас отличный элемент там, N, N, N. В, детерминант, у нас какой-то такой, там, B, NO, N, да. Ну, там, N, N. Так, на что там? На вес, степени, и, да, KL плюс KL, да, и, ну, тут, соответственно, KL плюс KL, так, бета, ой, бета я уже не помню, чему давно, но, значит, бета, ну, что-то там, во-первых, I, по-моему, неизменно, да, и на что-то такое? B на A на 4, да, на B, вот, так сказать, значит, ну вот, давайте возьмем одно солитонное решение, проверим, да, действительно, может тут вот это I лишнее, значит, я тоже, думаю, что O может лишним оказаться, значит, если у нас одно солитонное решение, то мы должны взять M равным M равным единице, так, тогда V у нас, V, значит, это B там, и, да, и, причем берем, там два типа нулей есть, так вот мы берем случай, когда у нас нули решатку, но мимо оси, вот этот случай рассматриваем, то есть, ну, то есть мы там показали, что для симулс картона они вообще-то симметричны относительно, да, минус симулс, в частности, значит, может быть и вот такой случай, так вот берем вот такой случай, то есть K там L равно K, там L равно K, L равно I K, I K, да, значит, когда здесь E в степени минус K, X, да, на 2 K, да, на 2 K, да, на 2 K, вот, вот, и получаем, ну, что-то такое, там, 2 на 1, логарифм, то значит, единичная матрица, единица плюс, ну, давайте там, бета на 2 K по обозначену, ну, C я не знаю, ну, C, да, ну, C, кстати, от T и тоже экспонентно, да, то есть надо понимать, что вот это вот так, есть V, V, T, а вообще это имеет вид, там, какой-нибудь там, там, C от 0, я запустим, на E в степени, на E в степени, там, значит, я не помню, там, K в какой-то степени, ну, давайте там, пишем, там, V, T что-то почему-то, такое, да, вот, ну, так, и более того, мы можем опять через логарифм вот этот C засунуть под экспонент, то есть написать вот так, значит, минус X плюс, так, минус, да, ну, давайте, наверное, тоже поставим, так, а, нет, нет, все правильно, X минус, да, минус, минус вот это плюс, там, X нулевое, да, понятно, что мы вот эту C, вот так, вот, ну, и здесь, соответственно, единица минус E в степени, там, тоже самое, вот так, ну, дальше, в принципе, значит, надо эту формулу преобразовывать, но вот есть там какая-то формула, значит, вот такая, по-моему, логарифм, там, единица плюс X, единица минус X, это два, по-моему, или одна вторая, ну, я вот не учаюсь, тут либо одна вторая, либо двойка, а, значит, так, R в стандус гипербарический, X. Вот, то есть можно преобразовать, можно воспользоваться готовой формулой. Ну, и тогда, действительно, мы получаем вот что, в результате получаем вот что, значит, U равно, там, 4, да, вот если тут двойку считать, 4I, ну, вот видно, что I лишь может, да, а там, где в степени там, ну, вот здесь вот, минус Z, да, значит, Z, минус Z, да, вот это и есть там, King, значит, действительно, вот это и лишнее оказалось, значит, ее не должно быть, ну, поэтому, надо, конечно, справиться с формулой, слезы. Ну, то есть, где-то я либо невнимательно написал, вот, ну, не знаю, в общем, каким-то образом залезла ошибка в каком-то месте, меня сейчас уже не найти, то есть надо найти подробности, где-то, на форуме посмотреть, в каком месте, в каком-то месте. Так, что, вопросы есть? Ну, задавайте. Да нет, мы сейчас V, когда писали, вот, вы, знаете, написали по K, а K, P, N, P, I, 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 I. Правильно, правильно. Значит, я, да, там, общий. Дело в том, что раз I сокращается, да, то есть, вот это V, это, ну, слово O, как-то, другое V, да. То есть тут важно, что и сокращается, все вещественное остается. Правильно? Ну вот, значит, где-то ошибка. Ну, в общем-то, я тут как бы на многое не претендовал. Понятно, что это формула ориентировочной. Если вы этим будете заниматься, все равно вам это придет самим все изучить или проделать. Проделать, в принципе, можно. Основные ориентиры я вам указал, когда, может, конечно, непросто будет. Но в книжках написано. Правда, в книжках, как правило, на другом пишется. По-другому, да. Но, в конце концов, конечно, все от формулы сводятся один к другим. Вот. Ну вот, значит, еще какие вопросы? Ну, ладно, что ж тогда, раз вопросы не возникают, давайте завтра в чат, да? Ну, все, ладно, готовьте. Давай, давай. Как чтобы не было это материал?